Привет, друзья! Сегодня мы нашли для вас еще один российский бренд, точнее он нас нашел, и ребята попросили нас сделать обзор на их корма. И это у нас Лео и Люси. Причем обзор не простой, а золотой, потому что будем делать мы сразу на два корма, один для кошек, второй для собак. Что ж, давайте смотреть, что внутри. Погнали! Итак, Лео и Люси. Российские корма, которые позиционируют себя как холистик. Я много раз говорил, что для меня до сих пор непонятно понятие холистик по той простой причине, что нет единых норм классификации кормов холистик. Поэтому для того, что в это вкладывает производитель, мы задали ему вопрос и, собственно, будем рассказывать вам о том, как производитель позиционирует себя с точки зрения холистик топ-фуд. Немного о производителе. Это, соответственно, НТС Градиент, громадный дистрибьютор средств косметики, уходовых средств и биологически активных добавок. И вот они решили делать корма для домашних животных, потому что ниша постепенно освобождается с уходом иностранных брендов. И почему бы и нет. А при этом важно понимать, что это контрактное производство и производитель данных кормов Новосибирский Прорацион, который делает такие корма, точнее, свои собственные марки, как Деликана для кошек, собак влажный и сухой, влажный корм для кошек, сибирская ферма и наполнители. Так вот, на этом заводе делается корма Лео и Люси. Это то, что можно сказать о производителе. Что ж, как водится, давайте переходить к упаковке. Что мне понравилось? Это достаточно качественный класть. И, честно говоря, живая упаковка. Я уже говорил, что не любитель таких упаковок. Она эмоциональная. Я люблю более такие лаконичные, позиционирующие себя как научный подход. Здесь вы увидите кошку, увидите собаку. Соответственно, увидите продукт. Не то, что внутри, а из чего он сделан. Что хочется сказать о полиграфии? Это качественная полиграфия. Никаких засечек, неровных краев и так далее вы не увидите. То есть, как это сказать? Эстетически она очень хорошо сделана. Но, как водится, есть вопросики. Во-первых, это отсутствие системы коричневого закрытия. Что, на мой взгляд, для кормов супер премиум сегмента, а уж тем более холистик подкута, то есть тех кормов, которые позиционируют себя как холистик, давно стало вещью обыденной. И второе, к чему я обычно, собственно, у меня возникают вопросы, это английский язык. Очень-очень много английского языка. То есть, если мы начинаем читать, это 4 adult cats, 52 meat and animals ingredients. К этому показателю мы еще обязательно вернемся. Баланс от омега-3, омега-6. Это, соответственно, баланс омега-3, омега-6 жирных кислот. Это 52% мясных и животных ингредиентов. Запомните формулировку мясных и животных. Витамины, антиоксиданты и минералы. Здесь легко прочитать. Пробиотики тоже. И no wheat, то есть не содержит пшеницу. Sweetable for sterilized cats, то есть подходит для стерилизованных кошек. Bioaddatives complex, то есть комплекс биодобавок для здорового иммунитета, общеварения, кожи и шерсти и мочеводящей системы. Соответственно, tuki and berry – это у нас индейка и ягоды. No GMO with corn colors. Artificent flowers. Извините меня за мой английский. Ну, соответственно, не содержит GMO, пшеницы, кукурузы, красители и искусственных ароматизаторов. Важно. Тут производитель позаботился о том, чтобы мы не ломали голову и написал, что вы можете смотреть перевод на обороте, то есть перевернуть и прочитать, если вы вдруг не знаете английский. Что касается собак. Тут у нас подход точно такой же, за исключением того, что здесь 52% мяса и животных ингредиентов, тут 51% мяса и животных ингредиентов. Для всех пород собак с ягненком и яблоком. Вот такие упаковочки. Собственно, давайте мы обратимся к тому, все-таки, что нам написал производитель, почему он называет свои корма холистик. Итак, холистик для всех возрастов. Сухой и влажный. Это о всем ассортименте, собственно, того, кто производит эти корма. Вся рецептура разработана с нутрициологом. Разработка велась 2 года. Высокое содержание мясных компонентов до 65%. Ну, трудно поспорить. 51-52% это до 65%. Комплекс биодобавок для комплексного подхода к питанию. Иммунитет кожи и шерсть суставы. Нормальное пищеварение, пробиотики, пребиотики, цельнозерновой ячмень с низким гликемическим индексом в составе витамины и антиоксиданты омега-3 и 6. Не содержит курицы, не содержит сои, не содержит ГМО и химических добавок. Произведено в Российской Федерации. Гранула удобна для животных, хрустит и легко разгрызается. Приятный, ненавязчивый запах, хорошая поедаемость. Собственно, это тот классификатор, который производитель заложил в понятие холистик. Чтобы вы понимали. Ну, как-то так. Важно. Тут есть QR-код. И он здесь не просто так. Это не просто, чтобы вы узнали о QR-код более подробно. Вы можете получить кэшбэк за каждую покупку. И, соответственно, перейдя по этому QR-коду, вы попадете на страницу регистрации, где надо ввести некие данные и, собственно, получить кэшбэк, который можно вводить на телефон, карту или поменять на уникальный мерч от производителя. Итак, что касается производителя, что касается позиционирования, что касается упаковки, мы немного разобрались. Давайте посмотрим, какие УТП нам указывает производитель. Собственно, мы их уже здесь прочитали, но давайте более привычно на русском языке. Комплекс биодобавок. Экстракт хиноцея для поддержания иммунитета. Семена льна, рыбьи, жиры, соевое масло для здоровья, кожи и шерсти. Соответственно, это источники омега-3, омега-6 жирных кислот, которые благоприятно влияют на кожу и шерсть. Пробиотики. Цикорий. Цикорий тоже является источником фрукта олигосахаридов, который является пробиотиками. Экстракт юлькиши дегера. Мы все прекрасно знаем, что это источник клетчатки. И это тот компонент, который снижает запах фекалий. И также поддерживает здоровье мочевыводящих путей. Баланс кальция и фосфора. И плюс экстракт крапивы для того, чтобы немного обеззараживать мочу. В принципе, у собак, что касается кожи, шерсти, иммунитета, все то же самое. Но здесь еще для поддержания пищеварения добавить... Ну, это, да, у кошек было. Разница в чем? Что здесь для здоровья костей и суставов оптимальный баланс кальция, фосфора и добавленный фондропротектор. Что ж, теперь уж точно давайте переходить к основополагающему. Основополагающие у нас это гарантируемые показатели и состав. То есть, те компоненты, из которых мы данные гарантируемые показатели получаем. Давайте смотреть для начала кошек. Поехали. Влажность 8%, протеин 30% достаточно неплохой показатель. Как правило, для стерилизованных, особенно кошек, этот показатель чуть выше. Он может достигать даже 38%, но с другой стороны, это не очень хорошо для почек. Жир 11%, то есть, корм достаточно жирный, поэтому мы должны понимать, что надо соблюдать нормы кормления. То есть, это не высокий показатель, как правило, для обычных здоровых... Не такой высокий показатель, как для обычных здоровых животных, но и не самый минимальный, который можно встретить на рынке. Клетчатка 3,5% неплохой показатель для того, чтобы поддерживать перистальтику животных, которые меньше движутся. Это, опять же, если мы смотрим с точки зрения кастрированных, стерилизованных животных. Зола 8%, то есть, это до максимального показателя 8,5% в принципе не дотягивает. Кальций 1,1, фосфор 0,8. Да, это оптимальное соотношение, заявленное, собственно, во всех документирующих документах. Мы можем взять FIDIA, если мы смотрим европейские документы, мы можем взять обновленный ГОСТ для непродуктивных животных от 2022 года, где эти показатели также соответствуют. Метионин и цистин 1,5%. Напомню, метионин – это хороший закислитель мочи и, опять же, очень неплохо для стерилизованных кастрированных животных, но, в принципе, для кошек, которые очень часто по породной принадлежности предрасположены к образованию камней, допустим, в почках. Эти элементы помогают подкислить мочу и, соответственно, снизить возможность образования этих самых камней. Лизин, триптофан, биодобавки омега-3,6, линолевая кислота. Дальше витамины, которые вы можете видеть на экране и микроэлементы, которые вы можете видеть на экране. Обменная энергия на 100 грамм продукта – 358 килокалорий, то есть 3580 килокалорий на 1 килограмм. Но, опять же, если мы берем все-таки животных достаточно активных, это показатель хороший. Если мы берем животных в статусе кастрато-стерилизато, здесь надо быть аккуратнее и очень четко соблюдать нормы кормления. А, собственно, вот так. А теперь давайте посмотрим, из чего эти показатели складываются. И переходим к составу по кошкам. Итак, поехали. Состав, напомню вам, вот тут 52% мяса и животных ингредиентов. Что ж, состав. Дегидрированное мясо. Идейка 33, говядина 4%. То есть мы имеем 37% мясных ингредиентов. При этом сразу скажу, что дегидрированное мясо – это хорошо, потому что оно гораздо более богато по соотношению протеина в нем, чем свежее мясо. Если дегидрированное мясо действительно высококачественное, то вы получите действительно хороший источник белков животного происхождения. Итак, запомним 37%. Дальше ячмень, рис и горох. Соответственно, вспоминаем, что в качестве основного источника растительного указан ячмень, но в том числе есть и рис. И тут, ну, как бы на это тоже имеет смысл делать упор. Тем более, что третьим растительным компонентом является горох. В принципе, это три компонента, которые достаточно неплохи сами по себе. И об этом, наверное, тоже имеет смысл говорить. Дальше идет жир свиной и куриной. Это у нас, ну, во-первых, энергетическая составляющая, во-вторых, источник жирных кислот, которые как раз полезны для кожи и шерсти. Гидролизованный белок кролика 4%, помните, 37 плюс 4 – это 41. И гидролизованные животные белки, соответственно, которых явно меньше 4%, мы делаем допуск, что там 4, 41 плюс 4 – это 45. 52 никак не получается. Но тут производитель вас не обманывает, потому что, давайте будем честны, жир свиной и куриный тоже относится к животным компонентам. И я думаю, что если его сюда добавить, это будет действительно так, как заявлено на упаковке. Но, для того, чтобы вы понимали, это не про мясо и не про белок. Это про то, какое количество компонентов животного происхождения и белковых, и жировых содержится в корне. Поехали дальше. Пульпа, сахарные свеклы. Источник клетчатки, комплекс витаминов и минералов. Мы их видели в гарантируемых показателях. Клюква, тоже ягода, которая хорошо подкисляет мочу, и это полезно для стерилизованных, в том числе животных. Рыбий жир, тоже, кстати, животный компонент. Это источник жирных кислот, которые хорошо влияют на шерсть. Соевое масло, также источник жирных кислот. Яичный порошок, еще один животный компонент. А яичный порошок, тут важно понимать, какой яичный порошок. Белковый, белково-желтковый. Потому что это хороший источник протеинов, но в том числе и носит достаточно большое количество холестерина в себе тот самый желток. Но и витаминов жировостворимых в том числе. Цикорий, источник фрукта, олигосахаридов. Это у нас пробиотики. Корень одуванчика, крапивы, экстракты хиноцеи, черника. Ну, соответственно, это так называемые супер-ягоды, которые, как правило, присутствуют во всех кормах, классах. Которые позиционируют себя, как корма класса холистик. Таурин, это незаменимая аминокислота для кошек. Семена льна, опять же, источник жирных кислот. Дрожжи. Дрожжам есть вопрос по той простой причине, что не указано, какие дрожжи. Ну, как правило, используются, конечно, пивные дрожжи. Это было бы неплохо указать, потому что это хороший источник витаминов группы В. И это, опять же, источник монанолигосахаридов. Комплекс хондропротекторов. Хондроитина сульфата, глюкозамина сульфата. Это, соответственно, компоненты, необходимые для здоровья суставов наших животных. Экстракты киши дегера уже много раз говорили, что это для снижения запаха фекалий. Комплекс пробиотиков, опять же. И сохранено антиоксидантом и витамином Е. Ну, как правило, сейчас все сохраняют витамином Е и все сохраняют антиоксидантами. Вопрос в том, какой антиоксидант использован здесь, этого мы, к сожалению, не увидим, потому что производитель это не указал. И дальше таблица рекомендованного количества корма. Есть масса тела от 2 до 9 кг. Ну, достаточно большой разброс. И есть ежедневное количество. При этом, если мы говорим, что корм подходит для стерилизованных животных, хотелось бы видеть все-таки более развернутую таблицу с нормой кормления. Как минимум, по активности животных, а не по статусу кастрат, стерилизат, либо нет. А просто активное-неактивное, с избыточным весом, с нормальным весом. Тогда вы более правильно могли бы отдозировать и действительно более правильно использовать для стерилизованных кошек. Потому что по показателям корм подходит для них. Но что касается энергетической наполненности и норм кормления, здесь возникает вопрос. Окей, погнали к собакам. Гарантируемые показатели. Влажность 10, протеин 28, жир 15, клетчатка 4, зола 8 и так далее. Эти все показатели вы можете увидеть на экране. Я опять же долго не буду распространяться, что все эти показатели находятся в норме. И соответственно регламентируются и ФИДиафом и ГОСТом. Поэтому давайте смотреть, из чего они складываются. Итак, дегидры тут опять 51%. Я уже не буду считать, потому что ситуация идентичная. Сюда входят все животные ингредиенты и жировые, и белковые. Итак, состав. Дегидрированное мясо индейка 17%, курица 15%. То есть первым источником протеинов являются высококачественные ингредиенты. И это дегидрированное мясо с большим количеством действительно протеина, содержащегося в нем. Дальше. Ячмень, горох, рис. Жир свиной куриный, гидролизованный белок ягненка 4%, гидролизованные мясные продукты. Я, кстати, забыл сказать по кошкам. У кошек здесь 4% кролика, а здесь 4% ягненка. И, в принципе, здесь уже законодательство позволяет говорить, что это корм даже с кроликом, а не с индейкой. Потому что здесь они говорят, что это ягненок, и, в принципе, они имеют право это делать. Гидролизованные мясные продукты. Опять же, забыл сказать в кошках, мне непонятно гидролизат каких мясных продуктов имеется в виду. Это может быть гидролизат куриной печени, который используется как естественный усилитель вкуса и аромата. Это может быть гидролизат свиного белка, гидролизат куриного белка. То есть, мы, к сожалению, не увидим здесь гидролизат какого мяса, и, в принципе, даже не мяса, а мясного продукта здесь используется. Поэтому, ну, этот ингредиент сам по себе вызывает больше вопросов, чем то, что он входит в эти 51%. Дальше, яблоко. Яблоко есть, соответственно, у нас индейок яблоко корм. Яблоко – это у нас источник клетчатки и железа. Комплекс витаминов и минералов. Рыбий жир, соевое масло, источник жирных кислот, цикорий. Это у нас фрукты олигосахарида, корень одувачки, крапивы, экстракты хиноцеи, семена льна, дрожжи, фонплекс кондрой протекторов, экстракты юкиши дегера и так далее и тому подобное. Ну, откровенно говоря, этот обзор очень полезен чем? Он очень полезен тем, что, если вы посмотрите составы этих двух кормов, именно ингредиентные составы, вы не заметите особо большой разницы, ну, за исключением процента мясных ингредиентов. Если эти проценты убрать, то составы практически идентичны. И я постараюсь объяснить, почему так происходит. По той простой причине, что все-таки гарантируемые показатели – количество сырого протеина, количество сырого жира, количество клетчатки, количество влаги, количество микроэлементов – это основополагающая. Основополагающая все-таки. Это те показатели, которые позволяют жить, развиваться и чувствовать себя жизнеспособными наших питомцев. Что кошек, что собак. А уже дальше мы берем состав, из чего они складываются. Тут состав, он практически идентичен. Просто здесь чуть меньше мясных ингредиентов, тут чуть больше мясных ингредиентов. И это закономерно, потому что кошкам нужно больше белка. И, соответственно, в этом корме больше добавлено мясных ингредиентов для того, чтобы в этих гарантируемых показателях было больше белка. И если мы берем качественное сырье, то по большому счету ничего сверхординарного в различии между кошками и собаками в составе вы можете не найти. А вот в гарантированных показателях вы это найти обязаны. Поэтому нельзя кормить кормом для кошек собак и наоборот. Что ж, так быстренько мы разобрались с этими двумя позициями. А дальше давайте открывать и смотреть, что внутри. Погнали! Мы, как водится, возьмем ножницы. Потому что, как я уже говорил, к сожалению, нет здесь надрывных. Не говорил. Но нет здесь надрывных засечек и нет системы вторичного закрытия. Но ножницы нас всегда спасут. Начнем с кошек. Продолжим с собаками. Кстати, пока не начал рассказывать, забыл рассказать про нормы кормления по собакам. И энергетическую ценность. Что ж, давайте начнем с нормы кормления. Нормы кормления есть 2 до 40 килограмм. Достаточно большой разброс. И, соответственно, ежедневное количество. Опять же, если мы говорим все-таки о таком большом разбросе, имеет смысл уточнить эту таблицу. Возможно добавить активность. Возможно добавить избыточный вес. Потому что, ну, откровенно говоря, собаки, даже мы, если возьмем 35 килограмм средней породы, они бывают совершенно разные по активности. Это может быть какой-нибудь пинчер или это может быть корги. Они будут разные по активности. И, соответственно, их энергетическая наполненность суточная должна быть несколько разная. Давайте по запаху. По запаху в кошках. Не могу сказать, что он сильно выраженный животный. То есть, он больше все-таки зерновой. Но тут надо понимать, что основной ингредиент это индейка все-таки. И она, прямо скажем, не такая ароматная. А вот тут баранина. И уже присутствует животный запах. Что касается крокетов. Крокеты, честно говоря, ну, мне понравились. Это, наверное, один из тех случаев, когда крокеты очень даже неплохие. Они одинаковые по размеру. Они достаточно мелкие и подойдут для кошек. Они одинакового цвета. Если берем собак, напоминаю, это для всех пород собак. Для всех пород собак. Опять же, одинаковый цвет, одинаковый размер. Гранулы среднего размера. Гранулы среднего размера. И, ну, они совсем мелким собакам, может, и будут крупноватые. Но для средних пород они прямо оптимальны. В принципе, для 40 килограмм, как здесь заявлено, они оптимальны. Если мы берем гигантские породы, это все-таки для всех пород. Хотя здесь нет уже больше 40 килограмм норм кормления. То для гигантских пород, прямо скажем, это будет не самый комфортный размер, скорее всего. Что ж, давайте пробовать. Как и сказал производитель, гранулы действительно хрустящие и достаточно легко разгрызаются. нет лишних украплений. И что, как оказалось, одно из немаловажных для меня свойств. Это нет, ну, по крайней мере, вот пока, дальше посмотрим, после вкуса, пока нет сильной гордичи, которая возникает в некачественной прогорковой жира. При этом напомню. источников животного жира в этих кормах, ну, достаточно небольшое количество, а достаточно много компонентов животного жира. И была такая опасность, но нет. корма достаточно ровный на вкус собаки. Как ни странно, собаки, несмотря на более выраженный аромат, из-за того, что там есть ягненок, хотя основной источник, там индейка и курица все равно, ягненок больше играет именно поэтому роли для аромата. Вкус здесь гораздо более ровный и менее выраженный, чем в кошачьем корме. И что хотелось бы отметить, опять же, гранулы действительно хрустящие, но если мы берем собак, ну, по моему личному мнению, они излишне легко разгрызаются. То есть, если мы говорим про физическое воздействие на зубы и на снятие зубного налета, то здесь оно будет минимальное. Но еще раз повторюсь по вкусу. Более выраженный вкус, менее выраженный аромат, более выраженный аромат, менее выраженный вкус, потому что здесь основной источник белка это курица и индейка. Здесь все-таки добавлено говядину. И, что немаловажно, нету горечи, прогорклого жира. Но, как овец, я не главный дегустатор, и мы перемещаемся вниз. Сегодня у нас будет, опять же, два дегустатора, но котик и собачка. Погнали! Давайте, на, я не успеваю за ними, ребята. Ну, дайте насыпать-то. Ну, собственно, собственно, как-то так. Коты довольны. Учитывая, что это новый для них корм, показатель достаточно неплох. Собственно, переходим к нашим собакам. Дегустатор в итоге получилось четыре, а не два. Посмотрим, что скажут наши собаки. Макс, можно? Можно? Макс! Ребятушки, ну, вы что, издеваетесь надо мной? Вы что меня позорите? Ева, можно? Макс, как настоящий и престарелый кавалер, не желает подчивать бездамы. Все понятно. Да, все-все поняли, Ева. Место. 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 Макс, что скажешь? Ну, Максу откровенно говоря, нравится, на мой взгляд. Единственное, как я и говорил, вопрос с размером гранул. Все-таки гранулы в кормах для всех пород собак не оптимальные. Для крупных и для мелких размеров они больше подходят для средних, а для Эвы это был идеальный размер. Как-то так. Поехали дальше. Итак, друзья, подводя итог сегодняшнего обзора, что хочется сказать. В принципе, будем откровенно, из российских производителей эти корма произвели на меня действительно хорошее впечатление. Ровный вкус, не прогорклый, хорошо выраженный аромат, там, где он, собственно, заявлен, как корм, который должен обладать ароматом с ягненком. гранулы хорошие, ровные, одинакового цвета, хорошо разгрызаются. Для собак, на мой взгляд, излишне хорошо, повторюсь. Этот корм упакован в достаточно качественную фольгированную упаковку, которая, на мой взгляд, достаточно плотная и может сохранять полезные качества продукта, но при этом огорчает отсутствие системы вторичного закрытия и надрывных линий. Что, опять же, касается упаковки, это изобилие английского языка. Есть ссылочка, производитель на нас позаботился, что мы можем прочитать все, что здесь написано сзади, но упаковка к нам стоит лицом. Опять же, дегустацию вы видели, ну и собственно, это все, что я мог рассказать про данные корма. Вам спасибо, что смотрите нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии и всегда будем рады подискутировать. До встречи, а мы побежали делать новый обзор. Пока-пока.